Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, вы активно поддержали новую рубрику Форт Фифа, и сегодня у нас второй выпуск. И после первого у нас уже в команду вписались Эзекель Лавези, Тайвен. И пока что вот так вот неплохо у нас идет через французскую лигу в нападении. Здесь немного оборона и полузащита из чемпионата России, здесь колумбийцы у нас расселились. Но есть же также у нас еще и игрок 85+, это Исин Брайми, но его тяжело залинковать из-за нации его и из-за лиги. Но пока что задачей будет это поменять центрального защитника колумбийца на хотя бы серебряного, ну и серебро поменять постараться на золото. Что же, перейдем сейчас на футхэт и откроем 5 случайных игроков в начале. Первый игрок и это нет, 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 нет и последний игрок нет. Ну что же, друзья, после первого открытия пока что ничего нам интересного не выпало, так что давайте переходим уже к первому матчу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, друзья, занял я 34 строчку. Я пережил 66 соперников, за это получаю 33 случайных игрока, еще плюс 5 за убийство, 38 случайных игроков на футхеде. Итак, неплохо, 38 случайных игроков. Поехали. Нет, 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 нет. Давайте попробуем взять этого игрока, потому что у нас он из Кана, французская лига. Попробуем загибридить. Возьмем пока что. Нет, нет, нет. Друзья, наконец-то, я уже думал, это не случится. Икона наша первая, Роберт Перес, это его бэйби-версия. Если он нам еще два раза выпадет, получим его 91-ю версию. Пока что это, конечно же, да. Нет. Друзья, Нелфансимеду 83-я, это его самая высокая карточка, и мы ее, конечно же, возьмем. У нас, тем более, проблемы есть с правым защитником, что-нибудь с ним все-таки мы решим. Конечно, возьмем. Друзья, две иконы за один пак опенинг, можно так сказать. И снова бэйби-версия, Филиппо Инзаги. Конечно же, мы его возьмем. И 90-я рейтинг нам бы его тоже не помешал на следующий раз, если он нам снова будет выпадать. Конечно, возьмем. Ну, давайте возьмем, чтобы у нас закрыть вообще все позиции в запасе и в резерве, чтобы были золотые только игроки. Друзья, Джон Стоунс, конечно же, возьмем. Попробуем что-нибудь с ним передумать, но в обороне это точно будет нам только в плюс. Нет. Возьмем. Нет. Друзья, Хедлайнерс нам выпал. Дембеле. Это его самая максимальная карточка, и на Лео еще и Вингера. Мне кажется, она нам отлично подойдет. Возьмем, конечно же, тем более рейтинг хороший очень. Нет. 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 Свен Улерих. Ну, давайте пока что только возьмем. Но в основу у нас точно не попадет. Ну, хотя бы на заменку. Нет. 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 Ну, давайте пока что на скамеечку возьмем. Адриазолу мы, конечно же, возьмем. У него есть еще и 81-я. Пока что да. Ну, давайте возьмем пока что, чтобы к Чорлуке был Линк. Тем более еще и из Локомотива. Пока что да. Нет. Вот это пока что, наверное, все-таки да. Потому что у нас есть там Стоунс в защите. И как раз правый защитник вместо Семеду мы его пока что на данный момент поставим. Да. Нет. 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 И последний игрок нет. Ну, что ж, друзья. Вот так вот у нас уже выглядит наша команда. 82 рейтинг, 82 химия. Да, есть, конечно, такие места, которые нужно было немножко получше. Было бы интересно нам немножко поменять левый фланг полузащиты. Вот, например, это в лице Джигарша Криховика. И Чорлуку с Михаликом кем-нибудь вот заменить. И тогда было бы все намного бы лучше. Тем более бы француз нам подошел бы сюда. Ну, сюда бы как-нибудь на АПЛ-очку попытаться выйти. Ну, на заменке у нас Брайми, Диди Брозович тут и Семеду есть. И также попозже я переставлю Тайвена, Вейгля и Ульриха с Адриазола. Что-нибудь попытаюсь с этим сделать. Ну, а пока что переходим ко второму матчу. Итак, друзья, сороковое место. Это получается мы открываем 30 случайных игроков на футхеде. Итак, друзья, 30 случайных игроков. Постараемся выловить, может быть, еще одну икону. Поехали. Нет, 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 нет. Ну, давайте возьмем его тоже на всякий случай. Вдруг через Испанию нам тоже придется действовать. Пока что да. Нет, 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 нет. Ну, давайте его возьмем. Вдруг нам получится там через французов как-то выйти. Пока что это да. Тимур Жамалединов. Прости, но нет. Нет, нет. Друзья, Prime икона нам сейчас выпадает. А Ривалду. Это, конечно же, да. Три иконы за выпуск. Это просто что нас ждет дальше. Нет, нет, нет. Ну, давайте мы и Дурма на всякий случай возьмем. Вдруг там тоже АПЛ-ка пойдет у нас в защите. Пока что да. Нет, нет, нет. Конечно, у него симпатичная есть карточка 85. Но ожидать того, что он нам еще раз выпадет, маловероятно. Так что нет. Нет, нет, нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Наберем на этом ролике 30 лайков. И выйдет третья уже часть нашей рубрики Ford FIFA. С вами был Андрей Хорьев. До новых встреч, друзья. До свидания.